Меня спрашивали, открыта ли веранда. Нет, веранда закрыта. Вот, абсолютно. И ресторан рядом с верандой закрыт. То есть вот эта вот часть на первой линии пока даже не дремлет. Я бы сказала, она спит на третский пьяным сном. Вот. Темнота. В ресторан тут был. В общем, вы видите. Пойдемте посмотрим с вами в переулок за отелем веранда. Там потише. Там есть отели. В том числе и новые отели. Посмотрим. Я за все время пандемии ни разу в этот переулок не заходила. Так. Многие из вас в нем жили или заходили. Посмотрим, что поменялось. Вон, виден отель DTX высокий. Он тоже спит пока. Смотрите, какая тишина. Вот мы свернули, и все. Тихо. Тихий переулок. Сейчас мы посмотрим, что есть интересного в этом тихом переулке. Не может быть, чтобы тут нечего интересного не было. Поры на ветра. Они тут ощутимы. Мазура Голд. Закрыто. Открыт отель Аполло. Здесь просто люди живут. Жилой дом. Вот, даже моргает. Вот, пожалуй. Вот, все. Вот, Аполло. Четыре мотобайка стоят. То есть, кто-то тут есть. Здесь просто люди живут. Жилой дом. Здесь отель Солнечное море. Сан-Асси. Тоже никого. Здесь жили самыми добрыми словами, вспоминая ученых из Дальневосточной Академии Наук. Они останавливались здесь. Мы ездили с ними в заповедник на гору Панба. Это было прекрасно. Было прекрасное время. Прекрасный русский ученый объяснил мне, что такое зизифус, с чем его едят. И еще одного совершенно интересного проявления. Как мне вас не хватает. Вот отель Винперу виден. Зачемный. Он светится. И в нем, судя по всему, кто-то живет. Ой, отель Оазис. Ой, закрыть. Совсем нет. Так, Голден Лотус Централ. Вот, милый отельчик. Я его, кстати, много раз показывала на разных видео. Судя по всему, вот такой домашний отель. Наверное, на видео почти не видно ничего будет. Потому что в аквариумах встречная процветка. Вот так плакая, в ладной реке. И в ладной реке стоит вот эта овча. Ну, у нас опачки овчанчик. Мы сворачиваем. Причем я интуитивно обрячу свой телефон, когда слышу шум на табайке. Ничего не поделаешь Но кто-то живет У два этажа светится В отеле в Голден Лотос Он работает Может быть это туристы Из самого Вьетнама Но уже то, что В этом темном переулке Вот ДТХ Есть, когда теплится какая-то жизнь Это уже хорошо Банан будет растет в горшке Небо синее Ну не такой Здесь ветер не так чувствуется Вот здесь удивительный отельчик Он очень красивый, домашний Запирается И люди оставляют обувь перед входом В некоторых азиатских отелях Так принято То есть вы ходите Оставляете обувь Мотобайк Наверное это название отеля Опокс Опокс Да, я думаю Это опокс и есть Вот такие переулки И Сенку Сенку работает тоже Но там никто И ничего Вот мы с вами посмотрели Переулок за отелем Гранда Все увидели Можно идти дальше Эх, небо хорошее Синее-синее Темно-синее Вечернее небо 30 декабря Вечернка Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!